Продолжается программа «Разворот на бизнес» в студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Добрый день всем, кто только что к нам присоединился. А в студии к нам действительно присоединился эксперт Константин Кропонев, экономист и эксперт по финансам. Костя, добрый день. Добрый день. Но мы сейчас попытаемся связаться с Юрием Исуповым. Подожди. Давай вспомним тему. Корону бизнесу как эпидемия меняет рынок. И говорим мы не с точки зрения эпидемиологической, не с точки зрения здоровья, а с точки зрения реакции экономики на те процессы, которые сейчас в мире происходят. Происходят глобально. Не только Юго-Восточную Азию коснулись, но уже, наверное, нет страны, которая так или иначе экономически не была бы подвержена вот этому влиянию, ментально ли или финансово. И у нас на связи Юрий Геннадьевич Исупов, старший вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. Юрий Геннадьевич, добрый день. Добрый день, Юрий. Да, мы немножко поговорили с Натальей Буториной сегодня по отгрузкам, что касается Кировского отделения Горьковской железной дороги. Вкратце она в суд дело нас ввела. Но так как вы непосредственно общаетесь с лесопереработчиками, с лесоотправителями, вот какова ситуация на сегодняшний день, насколько там карантины сказались на отправке Вятского леса в Китай? Ну, Олег, вот по крайней мере в рамках контакта с нашими лесоэкспортерами какой-либо вот на сегодняшний момент тревожной информации с китайской стороны, в части сокращения покупок лесоматериалов из Кировской области не поступало. Наоборот, вот последние несколько дней даже вот были другие сигналы о том, что китайские партнеры, кто занимались переработкой, в частности, фанерного сырья, поставляемая из нашего региона, даже начали ускорять платежи по отправке стали платить, да, высказывали предложение нашим экспортерам по увеличению объемов. Вот, ну, здесь, видите, я знаю о том, что на целом ряде других рынков возникают проблемы, вот, но здесь, наверное, специфика лесного рынка, в частности, того же самого фанерного сырья, обусловлено тем, что вот у нас в 19-м году, в прошедшем, первую половину года было введено квотирование, и это существенно сократило объемы поставляемого фанерного сырья. Вторая половина года, вы помните, сложности большие, климатические, с теплой зимой, да, и в лес въехали там, в лучшем случае, в конце декабря, в начале января, поэтому тоже объемов не было. Только в январе начали грузить фанерный кляш. В 20-х числах вот тут была инициатива федерального Россельхознадзора, который сослался на некое мнение китайской стороны по необходимости проводить окорение или фумигирование древесины. Это те, так называемые фитосанитарные сертификаты новые, которые вводят действие, да? Да, они говорят, что фитосанитарные сертификаты выдавать можно только на окоренную древесину, да, или вершину, подвергшуюся термообработкой или фумигацией, да? Ну, фумигация приходит, проводится при температуре не ниже плюс 15 градусов, у нас эта температура исчезнет, да? А уж сушить круглый лес в это самое, в тушильных камерах, это вообще абсурд, да? Ну вот, но тем не менее, эта ситуация, так сказать, где-то приблизительно 3 недели продержалась до 10 чисел февраля, потом вроде отгрузки снова возобновились, вот, поэтому вот, исходя из этих перечисленных событий, особых, как бы, больших объемов там в течение второй половины 19-го года и вот начала года китайцы не получали, поэтому, наверное, они испытывают определенную повышенную потребность в сырье и в какой-то степени это снивелировало там возможные последствия, в том числе связанные и с распространением коронавируса. Хотя ничего не дает основания нам исключать, что ситуация может измениться. Евгений Иванович, вот говорили еще с коммерческим директором компании «Лебяжские масла» Никитой Молоткиным, они отправляют морским транспортом свою продукцию, и он сказал, что и сроки немножко выросли, и чуть не в полтора раза выросла стоимость логистики. По железной дороге нет изменений ценовых в большую или в меньшую сторону в последнее время? И как дела обстоят с подачей вагонов? Ну, то есть вот как взаимодействие как раз лесоотправителей и грузоотправителей с железной дорогой объективно? Ну, здесь можно что сказать? Первое, вот вы коснулись там отправки морским путем, это действительно вариант, их достаточно активно используют при отгрузке пиломатериалов. То есть вот фанерное сырье обычно все-таки отгружают не через порт, а прямыми поставками по железной дороге через Транссит. Вот в отношении взаимодействия железной дороги, вот ситуация, вот я бы, если бы меня спросили несколько дней назад, я бы сказал, что все очень хорошо, потому что вот, по крайней мере, с конца ноября железная дорога согласовывала практически все заявки по планированию вагонов на отгрузки на Китай, а вот, допустим, в октябре согласования не было, да? То есть, по сути дела, декабрь проработали, вот, январь проработали, хоть с перерывом каким-то, да, вот, февраль, но вот буквально вчера я беседовал с рядом экспортеров, они высказывают опасение, что что-то начало снова сбоить, вот уже там заявки ТДУ-12 висят несколько дней несогласованные, поэтому вот пока, к сожалению, вот в данном случае прокомментировать, насколько это какой-то технический момент или это опять произошло изменение в связи с тем, что предложили пониженный тариф угрозчикам, и они сейчас более активно стали грузить, и поэтому вот железная дорога переориентировалась на крупных игроков в сфере экспорта угля, вот тут пока не готов, мы этот вопрос будем изучать дополнительно. Да, Юрий Геннадьевич, Светлана Занько, РЖД нам сообщила, что все транспортные артерии перекрыты, да, из Китая в Россию и в Россию в Китай, так или иначе это сказывается на отгрузке леса там в Китай, и что нам говорит РЖД, что тем не менее объемы перевозок не уменьшились, потому что производители и сырья, и товара, они переориентировались на другие рынки, а на какие рынки наши леспроизводители в принципе могут переориентироваться, и насколько Китай на самом деле, там какую долю отгрузки, если можно это сейчас сказать, какую долю отгрузки там лесоматериалов занимает? Ну, видите, я как бы, вот сегодня я не готов комментировать в конкретных цифрах ситуацию в процентах, но единственное могу сказать, что Китай с точки зрения ценовой планки был, по крайней мере, прошлый, позапрошлый год, наиболее привлекательным партнером с точки зрения уровня цен, там, корректности платежей, да, вот, но, естественно, вот, какие-то определенные подвижки начали происходить в прошлом году, потому что в рамках торговой войны с Америкой и Китой все-таки, видимо, потерпел определенный ущерб, связанный с экспортом США, в том числе и продукции, производимой из лесоматериалов, поэтому были какие-то определенные подвижки, снижения цены, но вот, и в результате этого у нас где-то начали появляться новые партнеры, вот тут даже появляются партнеры, которые, например, ставят в тот самый Ирак и Сирию пиломатериалы, да, вот, определенная, наверное, все-таки переориентация с учетом возможных опасений по китайскому рынку произойдет и вот в части поставок на рынки европейских стран, то есть наши традиционные партнеры, там, допустим, та же сама Германия, Австрия, Италия, это рынок, наверное, в данном случае в 2020 году, может быть, предвестут некое дополнительное дыхание. Спасибо, Юрий Геннадьевич, это был старший вице-президент Вятской торговой промышленности Палаты Юрий Геннадьевич Исупов. Ну, сейчас Константину Кропаневу обратимся, потому что мы смотрим сводки с рынков, на РПК сейчас ориентируемся, и все сводки говорят о панических настроениях на рынках, связанных с коронавирусом. То есть больше даже не объективные какие-то причины, а именно причины психологические, которые, несмотря на сокращение добычи нефти, скажем, да, и снижение добычи в Ливии, тем не менее нефть падает в цене. Да, ну это вот самый яркий пример для наших слушателей. Падает в стоимости акций эмитентов, причем я взял, специально посмотрел и московскую биржу, и нью-йоркскую биржу, и, в принципе, это паритет на снижение стоимости. Даже самые стойкие наши акции Сбербанка, они тоже испытали на себе давление вот этого процесса по распространению коронавируса и тоже очень серьезно упали. И вообще ситуацию на рынках, которая сейчас складывается, эксперты сравнивают с ситуацией 2008 года, когда на минуточку был первый и страшный кризис этого столетия. Начавшийся с ипотечного кризиса в США, напомню. Да, я хотел бы напомнить, что последний кризис был как раз 2008-2009 год, и, получается, уже больше 10, практически 12 лет каких-то серьезных потрясений на финансовых рынках нет. И буквально в прошлом году был, так скажем, опрос ведущих экспертов, специалистов по рынкам, и большинство приходило к такому мнению, что да, так либо иначе экономика циклична, нужно ждать каких-то снижений, но большинство экспертов считало, что снижение будет не по проблемам, не связанным с экономикой, а именно по проблемам, которые придут откуда-то извне. То есть есть еще акторы, которые заинтересованы в том, чтобы рынок несколько расслабился? Не совсем так. Получается так, что буквально еще месяц назад можно было считать, что американская экономика находится в очень устойчивом, в очень, так скажем, динамичном состоянии. То есть безработица находится на минимальном уровне, стабильный рост зарплат на 3% в год. И это давало какую-то такую уверенность, что в экономике пока проблем никаких не было. Но все понимали, что должен быть все равно какой-то некий триггер. И вот этим триггером как раз случилась история с коронавирусом. А можно, что такое триггер? Ну, триггер имеется в виду, что это некий как бы такой фактор, который толкнул рынки к низу. То есть такое должно было произойти. То есть это мог быть какая-нибудь другая какая-то ситуация, допустим, обострение ситуации. Либо локальные войны какие-то. Ну, какие-то локальные войны, либо еще что-то. И действительно, то есть рынки буквально за последние две недели их начало очень сильно лихорадить. То есть там были падения буквально там за неделю на 15% что российские рынки, что, соответственно, как бы западные рынки. В первую очередь, конечно, тут опасения-то больше психологические. И самое-то главное, что пока на сегодняшний день нет разработанного лекарства. То есть самое главное опасение, что пока нет разработанного лекарства, ожидается, что первые какие-то разработки, они появятся, ну, в апреле. То есть по оптимистическим, так скажем, срокам, это все же апрель, апрель-май, когда появится какое-то лекарство, немножко рынки успокоятся. Вот я здесь смотрел как раз высказывание недавнего главы государства Владимира Владимировича Путина. Он заявил, что Россия сможет сохранить стабильность даже при ухудшении ситуации в мировой экономике. Президент отметил, что Москва обладает достаточными накопленными резервами, чтобы обеспечить стабильность в кризисных моментах. Понятно, что мы живем в глобальном мире. И, как я уже сказал, синхронизируются у меня графики индекса на Нью-Йоркской бирже и индекса на Московской бирже. Все-таки, насколько Россия подвержена влиянию таких глобальных кризисов, которые происходят в экономической сфере? Опять же, если вспомнить 2008-2009 год, была абсолютно такая же риторика, и Россию на тот момент называли тихой гаванью, что все будет везде во всем мире плохо. Достаточно долго, полгода об этом говорили. Я согласен, что на текущий момент у нас есть определенные накопленные резервы, есть фонд национального благосостояния, где есть определенные деньги, которые могут поддержать нашу страну в течение, условно, двух-трех лет. Если говорить по текущему году, по 2020 году, то уже сейчас нефть находится практически ниже той цены, которая была заложена в бюджете. И получается, что по этому году, скорее всего, у нас уже не будет профицита. То есть каких-то катастроф по 2020 году экономисты не видят. Но все это повлияет на все эти цепи. Все это повлияет. И при том, если, допустим, буквально месяц назад нефть доходила до 70 долларов, сейчас она стоит порядка 50 долларов, есть, конечно, такое мнение, что она на этом уровне стабилизируется. Но, как говорят, никогда не говори никогда. То есть всегда надо рассмотреть фактор, что теоретически она может пойти и гораздо ниже. Тогда через какое-то время, условно, через 2-3 года, опять же, у нас могут возникнуть с бюджетом определенные проблемы. Есть ли изменения уже по курсу рубля и прогнозируются ли, соответственно, ну, как правило, ослабление рубля – это выгода для производителей, поставщиков, экспортеров. Да, безусловно, как только пошло обострение по коронавирусу, то есть если мы вспомним, в начале января доллар можно было купить по курсу 61, а буквально на прошлой неделе он доходил до 67,5 рублей, то есть это рост на 10%. То есть сейчас пока ожидание, что он стабилизируется в рамках 65-67 рублей, и действительно это некое подспорье нашим экспортерам и нашему региону кировскому, потому что так либо иначе у нас очень большое количество предприятий именно занимаются экспортом своей продукции на зарубежные рынки. Здесь важно, наверное, то, о чем мы говорили с нашими предыдущими гостями, чтобы не было препятствий еще логистических для того, чтобы все-таки возможность физическая была экспортировать какие-то виды продукции. Ну, я думаю, что вопрос с логистикой так либо иначе будет решен, но действительно такие проблемы с логистикой не существуют, и вот даже мы, допустим, оборудуем новый офис, нам на месяц отложили поставку мебели, потому что... А, из Китая? Просто ее в Москве уже нет, а новые поставки ожидаются не раньше апреля, условно говоря, месяца. Я думаю, что многие предприятия столкнутся тоже с логистическими проблемами, так как очень много комплектующих закупаются в Китае, но, с другой стороны, это некие возможности для российского бизнеса, для кировского бизнеса, потому что я думаю, что ряд производителей будут переориентироваться на российских поставщиков, потому что это более, так скажем, устойчивые поставщики. Там, где есть возможность быстрого импортозамещения. Да, где есть, условно говоря, производство простых вещей, которые мы можем, так скажем, наладить быстро и самостоятельно здесь, в регионе. И вот, опять же, тоже такой интересный момент, что вот ситуация с коронавирусом, конечно, разрешится. Там, через месяц, через два будет какое-то лекарство, и, я думаю, количество заболевших и погибших, оно пойдет на убыль. Но тут могут быть, получиться какие-то такие глобальные тренды, что, на самом деле, если мы последние десятилетия все двигались в сторону глобализации, какой-то, так скажем, перемещений массового по миру, еще что-то, то, возможно, как-то все это будет... Рынки будут локализированы. Возможно, будет какая-то локализация, возможно, не так будут стараться увеличить, там, турпоток некоторые страны, там, либо еще что-то. Сейчас это сложно предсказать, но, возможно, вот есть такое опасение, что вот этот вирус будет неким таким определенным, опять же, триггером, то есть, опять же, неким толчком, когда, ну, какие-то новые такие тренды, движения в мировой экономике начнутся. Если мы вернемся на биржу, и давайте начнем с российской биржи, падение нефти, это очень серьезное, 70 до 50 рублей. На каких акциях еще сказался, пока еще не названный таким словом, кризис, но сказалась эта ситуация? Практически все наши российские бумаги так, либо иначе подешевели, потому что... В каком диапазоне падение? Ну, практически процентов на 15, практически на 15, то есть, надо понимать, что наш рынок все же, он довольно маленькая часть мирового рынка, и так, либо иначе, он довольно сильно коррелирует с... То есть, ну, зависит от иностранных площадок, от иностранных инвесторов, которые в том числе и стали выводить деньги с российского рынка. Но, опять же, пока у нас есть небольшое преимущество перед иностранными рынками, что на российском фондовом рынке в последнее время сложилась такая интересная ситуация, что наш рынок по дивидендам, он самый привлекательный в мире. То есть, по крайней мере, вот сейчас... То есть, дивиденды на одну акцию выше, чем... Да, дивиденды на одну акцию у нас выше, чем в любой другой стране мира, и самое главное, что дивидендная доходность многих акций, она в полтора-два раза выше текущих банковских депозитов. Что происходит с инвесторами российскими, в частности, может быть, с кировскими, и что они делают? Они тоже выводят средства или они пытаются спекулировать на... Или заняли выжидательную политику и ждут, пока ситуация... Выводят, выжидают или спекулируют, активно играют на эти... Ситуация такая не очень неоднозначна. Получается так, что за последние три года количество физических лиц, которые открыли счета на бирже, оно увеличилось в три раза. Условно говоря, три года назад был там миллион брокерских счетов, сейчас стало там три миллиона брокерских счетов, пришло два миллиона новых инвесторов, и эти два миллиона новых инвесторов, они пришли именно на растущий рынок. Они еще в своей жизни не видели, по большому счету, никаких паник, они не видели коррекции. Мы их поздравляем. То есть и многие, так скажем, довольно сильно переживают. Конечно. Действительно переживают, но, опять же, любое резкое движение на рынке, оно кто-то продает, кто-то покупает бумаги, и многие, опять же, воспринимают именно как хорошим моментом для захода как в российские ценные бумаги, так и в иностранные ценные бумаги. Все-таки какой рынок на данный момент, он все еще в ожидательную позицию занимает или массово начинают спекулировать инвесторы? Кто умеет, начинают спекулировать. Но их мало ведь спекулянтов, активно. Их не так много, их не так много, тем более рынок довольно сильно таки меняется. И вот те движения, которые мы видим за последнюю неделю, они очень резкие, то есть таких резких колебаний их не было практически никогда. То есть рынок стал более технологичный, более информационный, появилось больше как бы спекулянтов, и инвесторы активнее пытаются реагировать на рынок, на движение на рынке. Но это, опять же, приводит к определенным ошибкам. То есть потому что, как вчера, к примеру, вышла новость по снижению ставки Федеральной резервной системы, они снизили там на полпроцента, вроде что такого полпроцента. Тут тоже не было такого с 2008 года? Да. Федеральная резервная система имеет отношение к Соединенным Штатам Америки. Да. Получается, при том они создали экстренные, то есть они должны были собираться через две недели, то есть они собрались экстренно и снизили практически на полпроцента. Но полпроцента, для понимания, это 30%. То есть они свою ставку снизили на 30%. Представьте, если бы у нас как бы ставку по кредитам снизили бы на 30%. То есть это существенное снижение, которое как раз должно повлиять на то, чтобы рынки более-менее успокоились. Правильно я понимаю. Ну, мы смотрим, Нурбака об этом тоже пишет, и обосновывает Федеральная резервная система США, а это аналог российского Центробанка, что так они пытаются как раз панические настроения и страхи предотвратить. Ну и помочь бизнесу. Помочь бизнесу. То есть это снижение, во-первых, опять же, кредитов для банков и, соответственно, кредитов для бизнеса. И опять же говорят, что если это даже не будет помогать, то есть они будут снижать налоги. То есть следует следующий шаг, который можно ожидать от Центробанков Европы, от Центробанков Штатов и других стран, это снижение налоговой нагрузки на бизнес. К сожалению, в России такие стимулы практически не используются. Да, но вот глава ФРС Джером Пауэлл как раз и сказал, что с разрушением производственных цепочек, закрытием на карантин предприятий и чередями в больницах Центробанк бороться не может. Зато он может поддержать уверенность и побороть страх бизнеса и населения. А не это ли самое важное? Вот буквально здесь в перерыве, пока мы обсуждали второй час, даже наши коллеги заходили и говорили, так что же, что же все-таки делать? Закупать ли продукты? Опускаться ли в бункер? Придет ли коронавирус сюда? Ну, то есть панические настроения доходят даже до нас, до глубинки. Хотя где пока что? Где мы и где коронавирус? Где Китай и где мы? Мы не активны, в общем, по выезду даже и по приезду региона абсолютно. Да. А почему тогда российский Центробанк не использует известные в мире механизмы? Может быть, пока не используются. Это что значит? Что значит, российская экономика не настолько страдает от этой ситуации? Или панические настроения и на бирже, и в бизнесе, они не настолько распространились, как в Америке? Но, к сожалению, Центробанк использует немножко другие механизмы. Какие? И я думаю, что они, наоборот, не понизят. Либо, то есть мы ожидали, что весной будет очередное снижение ключевой ставки. По всей видимости, этого снижения не будет, а будет, скорее всего, может быть, даже какое-то небольшое повышение ключевой ставки. Почему? Потому что у нас немножко как бы другая, так скажем, у Центробанка макроэкономическая задача. Они борются за контроль над инфляцией. То есть задача по развитию бизнеса, по стимулированию бизнеса, это не задача Центробанка. Ну, может быть, новое правительство как раз какие-то шаги в этом направлении может сделать. А новое правительство пока, кстати говоря, эту ситуацию совершенно не комментирует. Хотя это очень серьезная задача, и мне кажется, что это вот как раз момент истины и проверки состоятельности этого нового правительства по поводу оценки всех угроз и дальнейших. Хотя мне кажется, что, конечно, будет следовать наезженной схеме Российской Федерации. Каких-то новых решений по этому поводу приниматься. Вряд ли мы примем модель поддержки бизнеса и экономики американской. По большому счету тут получается такая штука, что так либо иначе вся наша российская экономика больше чем на 50%, по некоторым оценкам на 75%, зависит от экспортных цен на нефть. И поэтому для правительства так либо иначе важна именно цена на нефть, на которую они практически повлиять не могут. А все развитие бизнеса – это некий такой сопутствующий продукт, ну, чтобы, условно говоря, люди чем-то себя заняли. Прервемся сейчас на короткую рекламу и продолжим разговор. Напоминаю, что это программа «Разворот на бизнес». Корона бизнесу. Как эпидемия меняет рынок. Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». Как влияет вирус COVID-19 на экономику России и Кировской области? Мы говорим в программе «Разворот на бизнес». Корона бизнесу как эпидемия меняет рынок. И вот чтобы сделать, ну, может быть, не то чтобы резюмировать, но тем не менее подчеркнуть, что оценивается сейчас экспертами прямые ущербы для экономики России от эпидемии коронавируса, приведем стату из исследований Института энергетики и финансов. Так вот, вот этот самый прямой ущерб составит 0,1 ВВП. Это примерно 1,7 миллиарда долларов. А с учетом мультипликативных эффектов возможно очередное снижение добычи нефти в рамках ОПЕК. Встреча, напоминаем, пройдет 5-6 марта, завтра, послезавтра, до 0,3% ВВП. Снижение цен на энергоносители – это еще 7 миллиардов долларов. Или 0,4% ВВП, которые российская экономика не получит в первом полугодии 2020 года. Ну, возможно, это приведет к отскоку, затем цен на нефть, потому что сокращение добычи, оно так или иначе влияет на повышение стоимости. Для этого все и делается. Да, это что касается глобальных процессов и больших цифр, но не менее важно то, как мы себя ведем в обычной своей жизни, как мы меняем свои планы. Что касается турпотока, мы немного поговорили. Кстати говоря, мы про восточное направление и юго-восточное говорили, а в перерыве нам звонили люди, услышав нас, и просили спросить у турагентств, что им делать с европейским направлением, ехать или не ехать в Европу. Но турагентства вряд ли сами могут рекомендовать. Каждый принимает решение за себя. Понятно, что наши различные ведомства рекомендации выпускают, но принимаете вы все-таки собственные решения. Но пока под ограничениями Италия и Иран. Да. Иран не европейский. Но это условные ограничения. Люди-то все равно могут ездить. Правда же? А вот ходят ли они у нас в развлекательные центры? Они, мы. Ходим ли мы в развлекательные центры? В кино? В театр? Что меняет коронавирус в нашей обычной жизни? Вот об этом мы сейчас поговорим с экспертами нашими, кировскими. И сейчас на связи Александр Сухарев, менеджер кинотеатра и Содружества кинотеатров «Смена и дружба». Саш, добрый день. Добрый, добрый. Спасибо, что ты вышел с нами на связь. Знаем, что ты в пути. Расскажи нам, пожалуйста, как кировчане отреагировали на коронавирус. Стали ли они меньше посещать кинотеатр? Или посещать его в масках? А вот на самом деле абсолютно нисколько. Более того, могу сказать, что они стали посещать даже лучше. То есть, если коронавирус где-то иходит, то это только где-то на бумагах, в интернете и прочее. А в Кирове и в Кировской области, особенно в сфере массового потребления, все про него, естественно, слышали, но никто не уделяет этому никакого абсолютного внимания. Прямая цифра, да, то есть за февраль у нас лучшая посещаемость за несколько лет. Может быть связано с какими-то новинками просто проката, которые действительно люди прокачают? Мы не говорим о новинках, о прокате, да. Мы рассматриваем с точки зрения, именно если вы говорите про коронавирус, мы все здесь сейчас говорим про коронавирус, да, то есть если бы был какой-то страх эпидемии и прочее, то люди бы там сидели дома, где-то не посещали массовые мероприятия, места скопления людей, да, какая бы новинка ни была. То есть здесь мы получаем не только новинки, мы же получаем еще и, то есть не только там текущую цифру мы получаем еще и прирост, а это значит, что люди абсолютно ничего не боятся, как бы и даже запросов там каких-то на то, что все ли хорошо, как бы вообще в принципе нет, никаких предпосылок нет. Единственное, что по этому бизнесу слышно, что Москва, сейчас некоторые прокатные компании сидят и говорят, что вот Москву будут закрывать карантин через несколько дней, недель может быть, но в чем это будет выражаться, так никто мне конкретно ответить и не смог. Это в Москве такие ходят истории, а в Кирове есть ли какие-то дополнительные требования к кинотеатрам со стороны разных ведомств контролирующих, дополнительные, чтобы меры принимались? Нет, абсолютно нет. Здесь и сложно предъявить какие-то требования, потому что у нас же свободный вход, да, то есть мы не можем ни осматривать, ни досматривать, тем более мы не медработники абсолютно. Температуру не замеряет пока в кинотеатрах? Температуру не замеряем, градусники подмышки на сеансах не суем, то есть ничего сверхъестественного не происходит, кто работает в стандартном штатном решении. Приходят ли люди в масках? В масках, здесь я бы связал это больше не с коронавирусом, да, иногда приходят, и сейчас стали больше, но мы все знаем, что сейчас вообще новый тренд, да, это при любом чихе ходить в маске, это уже стало нормой. Я бы не стал это связывать именно с какой-то там угрозой эпидемии коронавируса, а именно вот с обычной болезнью. Да, и мы знаем, что еще среди подростков есть же культура, поклонение как раз восточной вот этой истории, потому что китайцы любят ходить в масках бесконечная. Все это у них в мультфильмах и в фильмах, да-да-да. Да, вот я недавно совершенно со своей дочерью ходила на прием в поликлинику, она мне выдала черную маску, внимание, мы с ним в черных масках были очень стены. Ну да, сейчас это уже как аксессуар часть моды становится. Спасибо, Александр. Александр Сухарев, менеджер кинопроката Содружица кинотеатров «Смена и дружба», и попробуем посмотреть, что у нас в театрах, если получится, свяжемся с Ниной Тадыбаевой, заведующей литературной частью Кировского драматического театра. У вас, Константин, как-то поменялись собственные планы или там на лето туристические, да. Или участие в каких-то форумах. Я, по крайней мере, исхожу из оптимистических прогнозов, что все же в течение месяца-двух до лета будет сделано лекарство, которое поможет нам снизить вероятность заболевания. Это касается и личных планов поездок в отпуск, и, возможно, каких-то профессиональных. Тут не надо... Конечно, в Китае вирус сейчас идет на спад, но я думаю, что какие-то всплески в, так скажем, в других странах, где большое количество жителей на квадратный метр проживает... Даже Индия меня удивила. Вполне может быть. И если там, допустим, в Китае могут закрыть город с 10 миллионами человек, то вряд ли там такие города смогут закрыть в Китае или... А в Китае могут закрыть город и построить больницу за неделю. Да, я имею в виду, что если это будет какая-нибудь Африка, Индия... То там вряд ли. То там будет, может быть, гораздо все хуже. Да. С нами на связи Нина Тадыбаева, заведующая литературной частью Кировского драматического театра. Нина, добрый день. Я звоню. Алло. Алло, здравствуйте. Да, Нина, добрый день. Скажите, пожалуйста, коронавирус как-то повлиял на работу драматического театра? Ну, конкретно коронавирус не повлиял. У нас стандартные, я бы сказала, ежегодные карантины в школах, которые повлияли на репертуар, на наши целевые спектакли, я бы так сказала. Потому что школа, которая планирует выход и детские сады, то есть всем коллективам, да, и планирует какую-то сказку, допустим. Но были ситуации, когда сказку мы отменяли, но школа свою заявку не отнимает совсем, мы ее переносим на то время, когда школа выйдет из карантина. Так, принимаете ли вы какие-то дополнительные меры в театре, связанные вот сейчас с эпидемиологической обстановкой? Ну, дополнительные меры... Не знаю, может быть какие-то не один раз в день, а два раза в день мыть, там не один реагент, а другой реагент. Или этого не требуется? Ну, это не требуется, у нас зритель воспитанный, дисциплинированный, мы бы так сказали. И люди, которые чувствуют, что они плохо себя чувствуют, они в театр не ходят на развлекательные мероприятия, они все-таки болеют дома. У нас люди не приходят в театр в масках или как-то... Ну, если кто-то кашляет немного, они стараются даже вот... Или приглашенные зрители, или которые вот покупают билет, можно ли нам сесть поближе к двери, чтобы мы могли выйти, да, допустим, если себя плохо будут чувствовать. Вот эти переносы спектаклей, о которых вы сказали, регулярные, которые вот в третьей четверти учебности... Нет, ну, только один спектакль. А, вот только один? Только один, да. В норме сколько? Это в норме, насколько я поняла. И потом вы как-то выравниваете свою экономику, да? Ну, конечно. Ну, у нас были вот так вот, что... Ну, какие-то спектакли, допустим, воскресные сказки, ну, спад. Ну, это, как бы сказала бы, традиционный спад, у нас ежегодный спад идет где-то в середине января, ой, февраля, то есть... И он учтен уже в экономике предприятия. Да, он потом все восстанавливается. Да. Спасибо большое, Нина Тадыбаева, заведующая литературной частью Кировского драматического театра. Это все в норме, все в афише, все своим чередом, и в театр люди ходят. Скорее сказываются и сезонные гриппы, и ОРВИ, чем какие-то внешние глобальные эпидемии. Да, что слышно у нас по поводу коронавируса в Кирове? Слышно было, что студентов, которые прилетают из Китая, на карантин отправляют, но я только не знаю, отправили или нет, прилетели или нет, не могу это точно сказать. И все, собственно, кроме шума вокруг туристических путевок, вот планирование своего лета, весны, пожалуй, ничего такого и нет. И отмены разных экономических форумов, и не только экономических, плюс спортивные мероприятия. Понятно, что те, кто намеревался ехать поболеть за любимая команда, и вдруг отменилось, пока непонятно, что будет с Евро-2020, непонятно, что будет с Олимпиадой. То есть вот какие-то массовые крупные мероприятия, спортивные, культурные, научные, они под угрозой. Но это непосредственно Кирова не касается, это касается скорее выездного нашего. Ну вот из того, что сказал Константин Крупанев, наш эксперт по финансам, который сейчас в студии, я вынесла одну интересную вещь. Все-таки коронавирус может явиться триггером для изменений глобальных в мировой экономике, как это было в 2008 году, окей, там тогда был ипотечный кризис, но если мы говорим цикличности экономики, и это всего лишь повод, который вот такой толчок дал, то мы сможем, мы можем и не исключаем, что развитие ситуации по какому-то трагическому сценарию в экономике, я имею в виду, будет. Да, к сожалению, надо такую мысль всегда держать в голове, что ситуация может ухудшиться. То есть все мы, конечно, по жизни, надеюсь, оптимисты, но, к сожалению, в жизни бывает немножко все по-другому, и если смотреть, опять же, более какими-то длительными циклами, не на перспективу полгода, а, допустим, на перспективу 2-3 года, то через 2-3 года, возможно, мы будем жить уже немножко в другом мире и в другой стране. Да, благодарим за участие всех, кто сегодня был с нами на связи, кто находился в студии. Это была программа «Разворот на бизнес», «Коронобизнесу. Как эпидемия меняет рынок». Олег Прохоренко. Светлана Занько. Я призываю всех не бояться таких глобальных каких-то вещей, потому что мы живем сегодняшней жизнью, жить этой жизнью, получать удовольствие от нее. И желаю всем, кто занимается бизнесом, все-таки смотреть с перспективой на будущее. Ну и чаще мыть руки все же. До свидания.